Что ты? Снова ко мне, что ли? Привет, девочки! Привет, мои хорошие! У нас такой красивый день, вообще, прям, когда вот день красивый, солнечный, хороший, прямо настроение хорошее. Девчонки, милые мои девчонки! Я хожу и пьюсью кипятком, серьёзно. Я в восторге от этой пальмы. Немногие поняли. Кто-то писал, что дорого, там ещё что-то. Возможно, я не говорю, что бюджетный, можно живой цветок купить. Я уже сказала по этому поводу, что... Вообще, ладно, я сказала, что живой не вариант, потому что они у меня, если будут чахнуть, то будет всё очень печально. Причём вот это... Как она опять, я забыла, называется? Мне же нравится именно этот вид пальмы, понимаете? Не какой-то другой, их же разных много видов. Она мне холодным носом в локоть тыкает, а у меня аж мурашки! Хамедорея. Короче, у меня с назарами тяжело. Значит, вот как раз-таки ту, которую она пожевала, это та же самая. Я думала, что я ту выращу, но нет, да? В общем, сейчас улыбаюсь. Это Лёша её сейчас воспитывала, разговаривала с ней. Короче, когда вчера? Вчера с утра, да, это получается, она какой день подряд стоит у нас? Ну, второй, третий? Когда я показывала? В общем, девочки, несколько дней не снимала. Прихожу, значит, вчера-вчера, прихожу с утра. Я такая, а я же хожу-прохожу, мне очень... Вы посмотрите, сидит, смотрит. Вы посмотрите на неё, ну как она может не нравиться? Ну, ёлку у меня есть, сейчас все ёлки покупают, видимо. А я, да, я цветок. Что говорю? Подхожу к ней такая, смотрю. У меня уже всё в голове. Вот столько мыслей, что здесь придумать, пока я вот в Леруа надо съездить. Я хочу либо кашпо, либо подставку чёрно-металлическую. Помните, как я хотела? Вот, ну, у шкафа прихожей. Либо же такой столик. Я знаю, какой я хочу. Знаете, есть такие столики, которые два. Один под другой металлический, такая столешница, типа керамогранит. Есть МДФ, есть действительно керамогранит, ну, дорого стоит. Но мне как бы два столика-то не надо. А с другой стороны, мне надо, чтобы она... Ну, вот в золоте есть. А мне надо, чтобы в серебре было... Всё выясняют отношения, мальчишки. Ладно. Чтобы было... Ну, вот у меня здесь нет ничего золотого. Хотя я не против. Вот, допустим, в нашей бы спальни, я бы там светильник золотой поставила, рамочку для картины. Ну, там у меня другое видение. Не вижу, пока не нашла. Смотрю на Wildberries, на Ozone. В общем, смотрю. Как найду, сразу это... Ну, вернее, я знаю, что я хочу. Хотя вот эти два столика... Ой, девочки. Можно один сюда поставить. Мне здесь не хватает, на самом деле, столько. Мне хочется загромождать, но мне хочется, чтобы он был лёгкий, такой изящный. Знаете, как в Икеа по 1200 продавались? Такие лёгкие. Но мне модель его не очень нравится. Ну, потому что там вот деревянный торшер. А есть ещё с белой столешницей круглой. На трёх деревянных ножках или на четырёх. Ну, тогда уже ножек много получается. И, в общем, если я... Филивод наливает. Если я, значит, найду, конечно, я обязательно... Я знаю, что я хочу. Я дизайнер, я так вижу. В общем, девочки, я сказала или хотела сказать? Она её приняла. Она её погрызла. Вы представляете? Я была просто в шоке. Я подошла такая... Представляете? Вот тут погрызло. И вот тут погрызло. Это не пластиковые листья. Они такие, ну, как будто бы силиконовые немножко. Вот тут вот это всё силиконовое. А вот тут... Ну, какой-то он другой. Он не пластиковый. В общем, девочки, я была в шоке. Я побрызгала вчера молекулой, духами. Хотя мне Елена Александровна сказала, спирт какой-то купить. Или спирт, или что-то там такое назвала. Сказала, как... Чем? У неё много цветов. И у неё много котов. Котов много, знаете... Лен, прости, дорогая. То ли восемь, то ли девять. Угу. Вот. Она очень любит котов. И... Ой. В общем, да. Они все стерилизованные. Вообще, ну, прям... Ой. Что ты хочешь? Когда мы ёлку будем читать? Я же сказала, за неделю до Нового года. Близко-близко к Новому году. Не сейчас, Федюнь. За новую годочку. Ещё три недели. Угу-год? Ну, не совсем. Время быстро прилетит. Угу. В общем, она погрызла. Вы представляете? И я вчера такая сижу, картину тут делаю. Всё, картина практически доделана. И она... И я же не вижу, но услышала, как она такая... Ну, она ещё не укусила. Я говорю, куда? А, это не вчера... Ну, да. Потом я побрызгала. И вот сейчас она просто подходит, нюхает. И я нюхаю. Ну, тонко-тонко пахнет. Когда она брызгала, было сильно. А сейчас уже как бы не сильно. Девочки, мне очень нравится. Просто очень. Ладно, это первый момент. Второй момент. И меня, кстати, кто... Ну, не все поняли по поводу того, зачем Пальма. Ну, в смысле зачем? Затем, что я захотела. Хотела, давно хотела. Захотела, влюбилась в эту и приобрела её. И знаете что? Я ещё рассказывала по поводу того, что когда мы с Лёшей начали жить, на первом мой день рождения, он мне подарил большую драцену. В старой квартире. А драцена была полтора метра высотой. Три ствола. Шикарная. У меня как раз, ну, аквариум стоял на метр сорок. Цветы были зелёные. Зона такая зелёная была. И было место как раз под горшок с цветком. Он мне подарил. Девочки, что... Ну, вот это было в ноябре. Что я только не делала с ней, когда стали листья опадать. Я и пересадила. И... Нет, сначала не пересаживала. Опрыскивала. Думала, сухо сильно. Там же вообще невыносимо было. Ну, в общем, я её потеряла. Я так переживала. Во-первых, это подарок. На тот момент она стоила, это когда было 10 лет назад. 9, 10, не помню. 4,5 тысячи. Во-первых, это подарок. Во-вторых, сам цветок, то, что он живой. А здесь, ну, посмотрите. Ну, разве она не красотка? Конечно, красотка. И то, что кто-то написал, что поярче бы её. Нет, мне не надо поярче. В том-то всё и дело, что ярче она выглядит ненатурально. А здесь именно свежие листва. Не знаю, может быть, освещение такое было. Вот, ну, вот смотрите, куда ярче. Мне не надо, чтобы она прямо привлекала сильно-сильно внимание. Вот ещё чехос. Ну, вот же жирные листья, зелёные. Их много. А это вот нежнятина такая. Ну, я прям не могу. Ладно. Ржу второй день. В общем, мы детям заказали телевизор. Ты чё как запрыгнула сюда? А они не знают. Ну, как бы это не то, что... Ну, это будет сюрприз. Я не люблю же заранее говорить, потому что они мозг вынесут. На Азон. И вот как раз-таки по поводу того, почему мы не заказываем доставку курьером. Обычно мы сами забираем, потому что Азон вот в двух шагах. Мы второй день ждём его. Представляете? То есть, ну, мы знали, когда должна быть доставка. Мы второй день ждём. Вчера целый день, непонятно, отъезжали, отъезжали. Крыша отъезжала. В общем, всё на телефоне, дёргаемся, потому что не выйдут на курьеру. Не выйдут на курьеру. И вечером без двадцати, десять, а там до одиннадцати, по-моему. До десяти, да? С одиннадцати до десяти доставка. Я говорю, ну, наверное, не привезут уже. Алёша на нервах. Он прям настроился вешать всё. У нас же есть этот Крыштейн-то, а телевизора нет. И, в общем, что я хочу сказать, девочки, не привезли. Он пишет, значит, туда. А там, говорит, ну, загруженность большая. Вот в коем-то веке вызвали курьера. И получается, вернее, как? Курьер же, он должен связаться, когда будем дома, да? Ну, курьеру не передано. Вот в чём дело. И пишут, что перенесли на сегодня с одиннадцати до двадцати двух. Класс. И, в общем, Лёша, как раз у меня Азон вот в этом телефоне. Всё-всё, берёт телефон, всё смотрит, смотрит. И сейчас увидел. Я вот всё ещё смеюсь-то. То он риску воспитывал, то всё с телефона носится. Написали, что передано курьеру. Но в статусе нет, что у курьера. То есть, чтобы связаться с курьером, хотя бы, ну, хотя курьер сам позвонит. И вчера уже даже думали, что сменить получателя. Я говорю, может быть, ты сам сходишь, заберёшь. А знаете ещё почему в доставку? Чтобы нам ехать в Азон на машине, ну, как бы тащить его не по приколу, хотя вот этот вот телевизор, который у нас в кухне, он его сам принёс. Было не так скользко. А там сейчас у нас очень скользко. Ну, и вот из этих соображений, что, ай, ладно, пусть привезёт. Блин. Вот так что, девочки, милые мои девочки, кто писал по поводу курьера. Вот и пожалуйста. Второй день ожидаем курьера. Ладно. Ничего страшного. Я как бы по этому поводу не парюсь. Какое, чего и как, когда придёт, покажу. Вообще, ну, там отдельная история. Я там постаралась, постаралась, чуть не накосячила. Ну, я же могу. Вот и говорю. Вот сейчас ножницы ходила, брала. Ну, блин, я не могу, девочки. Мне очень. Я прямо, я в восторге. Я сначала, не то чтобы расстроилась, ну, какая с высотой. Подумала, что, а потом, да, столика же мне здесь не хватает. Частенько не хватает столика, потому что всё время получается, что вот если я чай пью и в телефоне сижу, мне вот сюда я чашку ставлю. Ну, в общем, хочется вот ноги на стул, допустим, положить, вот здесь вот, ой, девочки. Ладно, проехали. Открываю коробочку. Это я заказала парфюм в Пиди Пари. Очень много раз заказывала, уже много раз вам говорила. Сейчас перед Новым годом решила нас порадовать как раз. Нас, почему нас? Ну, прям нас. Лёша заказал парфюм, автопарфюм и себе новинку. Сейчас покажу. Открою. И у меня лайфхак есть, девчонки. Один. Сейчас, дождите, секунду. Вот, что мне нравится, то, что это бюджетно и стойкость хорошая, действительно хорошая, и расход небольшой. И выбрать можно 50 мл, 30 мл. Вот смотрите, у меня вот такой вот пузырёк есть, он пластиковый, его можно с собой в сумочке носить, не тяжёлый. Это Джо Малон. Я его очень сильно хотела. Я просто не знаю, как хотела. И, в общем, мне не нравится, как он у меня... Мне нравится вот так вот слышать его. Очень нравится. Но как он на моей коже раскрывается, вообще не нравится. И вы знаете, где я его использую? В туалете. Представляете, как освежитель воздуха. Один. Пшик всего. Сейчас не буду здесь, потому что он очень классно. Помните, может быть, кто-то... Видел, когда Вера с Андреем приезжали? Секунду. Федя, а что на фасаде синее такое? Смотри на двери. Не знаю. Кто сделал? Не знаю. Не я и не я. Понимаете, да? Мы с папой делаем всё. Это. На белом фасаде синяя краска. Класс. А когда мы будем делать? А крытку-то не могут. Кому открытку? Не могут. Я думал, что... Ладно, попозже. Ближе к Новому году. Пока ещё рано. Через два месяца. Да нет. Арсений написал открытку Деду Морозу. Ну, неделю, может, три назад. И я её... У него в ящике лежит. Мы не лазим. А я вот бываю там что-то. Карандаши убираю. Это увидела. И знаете, что там написано? Дедушка Мороз, я не знаю, что я хочу. Давай, пожалуйста, на своё усмотрение. Вы представляете? Ну, то есть он ничего. Ну, у них всё есть. Так-то по большому счёту. Поэтому... Вообще, я тебе примерно представляю. Вот если я убежусь, то что... Ну, думаю. Я вам потом расскажу. В общем, лирическое отступление было. Ребёнок отвлёк. Вера с Андреем приезжали. И Вера заходит и говорит, у тебя парфюм. Духами пахнет парфюмом. А это было в туалете, она брызгала. Не перед ними. И я брызгаю не вот так в воздух. У меня там висит такая картонная освежитель для белья. Он у меня уже там не пах в шкафу. Я его повесила в туалет. И на неё я брызгаю. Можно на полотенчик. Я как-то и на полотенчик обрызгала. Полотенце часто меняю. А вот если брызнуть просто на какую-то там... Можно на втулку туалетной бумаги. Ну, её, допустим, я вытаскиваю всю туалетную бумагу. Она у меня стоит рядами. И вот на последнюю, грубо говоря, будет пахнуть. Не на каждый рулон, а именно на один. Потому что он такой концентрированный, ядрёный. Но я конкретно про этот говорю. Так приятно. Никакого освежителя не надо. И вот вы знаете, я пользуюсь уже месяца полтора. Вот, вот. Я даже не помню. Может, два. На регулярной основе. Как только открываю дверь, захожу, чувствую, что тонко-тонко уже пахнет. Ну, можно посильнее. Коп, брызнула. И опять всё хорошо. Так что, девочки, лайфхак. Серьёзно. У меня у Лёши в машине висят... Висит этот... Автопарфюм. Пакарабан One Million. Так сладко пахнет. Так хорошо. Именно в зимнее время года. Расход вообще... Вот когда полгода назад он повесил. Даже не полгода. Это ещё холодно было. А сейчас уже холодно. Ну, вот когда-то, девочки, не могу сосредоточиться, где открывать. Так что, ссылочку, естественно, оставлю в описании под видео. А сейчас я очень хочу, очень хочу понюхать Дольче Габану. Послушать, ладно, послушать. Послушать, ладно, послушать. Что у меня ума не хватает? Открыть коробочку. Правилось. Вот так всё упаковано. Коробочка хорошая. Я люблю коробочки. Такие, которые не цветные. Её можно вот в шкафчик поставить, в ящичек. Да, вот так органайзер. Да, у меня таких уже несколько. Так. Значит, что? Вы обязательно по ссылке перейдите. Там акции есть. И всё. Сразу ознакомитесь, почитайте. Бесплатный достав. Пчёлки, не изучала информацию, если честно, давно. Поэтому в описании загляните. В общем, 50 миллилитров. Это для Лёши. У него сейчас уже ничего нет. Вот я ему заказывала Эльхом. Как он? Исен Лоран. Он его израсходовал. Использовал уже, но был маленький. И он брызгал, брызгал и добрызгал. Он такой свеженький, хороший. Вот это вот как раз я на зиму ему заказала. Мне нравится этот аромат. Это по карабану. One million. Ну, люблю. Мне нравится. И знаете, я не знаю, как он на нём опять же будет, да? Но вот я просто помню, первый раз его услышала. В общем, у нас на работе мужчина на нём. Я прям спросила. И мне так нравилось. И он ушёл, такой шлейф оставил. Я хочу сказать, что вот автопарфюм, он же из этой же серии. Вот в педипари. Ничем не отличается. Ничем не хуже. Может быть, конечно, он и отличается, допустим. Но послевкусие шлейф, он такой же. И мне нравится. И в общем, да. Вот 50 миллилитров стекло, я как бы, как раз ему надолго хватит. Поним? Боюсь, надо было не брызгать. Я же знаю аромат. Ну да. Такой он хороший. Хороший. И да. Это вот для Лёши. Я надеюсь, он не слышит. Это я ему подарю на Новый год. Да? Почему бы нет? Побрызгала. Так приятно пахнет. Но я сейчас могу не ощутить вот этот. Потому что вот этот прямо такой ядреный, хороший. Для себя. 30 миллилитров. На пробу взяла. Дольче Габбана. Лайт Блю. Форевер. Я люблю Дольче Габбана. Голубой. Вот это вот новинка какая-то. Не знаю. Аромат совершенно. Но я слышала, что он... Дайте я на руку обратно. Зачем я? Что он даже лучше, чем Дольче Габбана. Кто любит Дольче Габбану? Голубую. Лайт Блю. Обычно. А это Форевер. Ой, такой интересный. Слушайте, девчонки. Я же вообще даже не слушала его. Слушайте, девочки. Нюхайте. Пока ничего не скажу. Интересный аромат. Пока ничего не скажу. Потому что перебивает вот этот. Ну, мне нравится. Ну, понятно, что парфюм впитает. Слушайте, приятно пахнет. Посмотрим потом. Я вам попозже, попозже. Прям спустя какое-то время скажу. Вот тоже стойкость до 48 часов. Вот которые более такие концентрированные, послаще. Они дольше держатся. Понятно, что мы кожу моем. Но если вот вы на тканье месле, то вообще прям хорошо, долго держат. Даже после стирки бывает. Я уж не помню, какие. Ну, я такие заказы не сильно легкие. Я не люблю. Я люблю хорошие такие стойкие, яркие ароматы. Это значит для себя 30 миллилитров. И заказала два автопарфюма. Один нам, а другой в подарок. В подарок не буду уже открывать. Ну, потому что смысла нет. Там надо и пипочку снять. А вот этот вот покажу, как он выглядит. И тоже, девочки, ну, я картинку оставлю. Что это за аромат? Я его хотела еще в прошлый раз, но не знала его. Ну, хотела, потому что наслышано было о нем. Его не было в наличии. А сейчас вот он появился, я сразу же, конечно, выбрала его. Ой, такой приятненький. Девочки. Ой, такой приятненький. Ну, у нас в машине покрова. Знаете вообще для чего? Его хватит, я не знаю, до весны точно хватит. Я на самом-то деле в прихожую решила. Ну, как, вот если открыть, когда в квартиру будешь входить, то будет хорошо пахнуть. Я хочу палочки поставить когда-нибудь. Может быть, никогда не ставила. А с другой стороны, это дополнительный пылесборник. А здесь можно повесить, допустим, на вешалку, на крючок. А, или, там, я не знаю, ящик положить. Оно будет пахнуть. Когда именно в квартиру будешь заходить. Но я... Приятно, девочки, пахнет. Только я не знаю, как вам объяснить. Даже через вот этот колпачок. Опять сцепились. Молча, молча сцепились. Ну, знаете, такие эти резкие охи. Ахи. А я придумала, куда еще можно. Можно... У меня же там орхидея стоит. Я могу в этот горшок, а в горшке горшок стоит. Там есть место. Я могу туда поставить. Вот. И оно не будет отдельно стоять никак и будет благоухать. Класс. Я хорошо придумала. А чем-то пахнет. А вкусно пахнет? Да, вкусно. Это, ну, разным пахнет. Я не знаю. Я не знаю. Пришел. Ценитель. Нормально. Нормально? Это что, нормально? Это мое. Это, да. Мне нравится, ой, мне нравится, девочки, вот эта форева, дольщиковая. Короче, не надо на себя брызгать. Не надо. Зачем? Ну, чтобы вкусно. Ну, это женский. Ну, а это? А это в туалете, который я брызгаю. Да, не вкусно. А в туалете вот как раз-таки, вот смотрите, он так вот очень резкий, такой тяжелый. Джо Малон. Ну, как не пахнет. Ну, до меня. На, вот так. Мне больше понравилось дать. А иди сюда, поздоровайся. Всем привет. Ну, то выйди сюда немножко, а то тебя не видят. Всем привет. Это, мне больше дать понравилось? Знаешь почему? Потому что это запах лимона. Дольщикована. Ну, чай. Ну, здесь вот уже перебито, понимаете? Поэтому он как бы близко нюхает, ну, не знаю. Смотрите, скажи. Он без майки. Скажи, смотри. Смотри. Смотрю. Смотрю. Смотрите. Смотрите. Слышите? Ну, мы работаем над этим. Скажи, макароны. Как там сначала? Ма-ка-ка-ро-ни-о. Ма-ка-роны. Пока еще слабовато. Ну, ладно. Смотрите уже хорошо. Смотрю. В общем, девчонки, бюджетно и со вкусом. Пожалуйста, подарки как раз к Новому году. Очень актуально. Объем можно разный быть. Да, у меня тут как-то подарок. Никогда не понял. Вот. Объем разный. Может, ссылочка будет в описании. Вы пойдете на улицу? Ладно. Дети сейчас гулять пойдут. Они как раз вот ждут, чтобы я закончила снимать, чтобы им спокойно одеться. А я буду есть готовить сейчас по-быстренькому. И нам еще нужно съездить до магазина. Ну, да, на рынок. Ну, как бы не на сам рынок. Торговаться. А у них как слово рынок, девочки, как слово рынок, у них сразу торговаться. Понимаете? В нужной рынке только торгуются. Да уже не такой рынок. Там уже сильно ты не поторгуешься. Там цены в основном фиксированы. Слушайте, решила сразу открыть. Я сейчас что сделаю? Пимпочку, вот эту заглушечку убрала. Сейчас вот так вот немножко намочу. И пимпочкой закрою, чтобы сильно не было, ну, прям так ярко, да, выраженный этот запах. Тонкий, я посмотрю, насколько так будет работать. Если что, я пимпочку уберу. У Леши, говорю, в машине, там без пимпочки. И, наверное, сколько у папы там? Ну, мало. Мало осталось? Ну, сколько мало? Ну, да, я тоже. Вот было ваше полное. Ну. А у нас осталось, походу, вот половина. Мало, половина. Будем в машине, если не забуду. Покажу. Вот, пропиталась крышечка. Она же древянная. И все, я сейчас закрою. И веревочка даже уже сырая стала. Я сейчас... О, как хорошо пахнет. Пахнет. Сейчас все руки тоже будут пахнуть. Ты уже и так вот набрызгаешь себя. И так уже пахнет. Мы как в парфюмерном магазине. И вот, все закрыла. И пойду я положу в вазочку. Ну, вот, смотрите. Цветок стоит, да? Я поставила вот здесь. Но на самом-то деле, вот у меня там пустота. Я все хотела же камешки, камешки. Девочки, камешки все никак не могу. Ну, там, в рыбном магазине или где приобрести. Поэтому... Вот. Сейчас поправлю. Так. Ровно поставила, неровно? Вот. Смотрите. Ничего лишнего и аромат. Девочки, лайфхак. А не видно. Это если только заглядывать. Вот, смотрите, смотрите. Что там? Вот она. Вот она, баночка стоит. Вот. Только чего тут есть камни? Это камни вот от этого горшка. Ну, поняли, да? Получается, и не видно, и пахнет хорошо. Это вот лежит, значит, уровень стоит, ждет. Я на юг. Я на юг. Мама, а как бы... Это, бомжатник одесса тепло. А бомжатники тепло одеваются? Ну да, им холодно. Да, потому что у них одежды нет, у бомжатников. Ты-то не бомжатник, Федя. Смотри. Смотри, у меня штанишек нет. Федь, встань. И падаю. Мама, надо немножко капюшон посадить. Угу, я не пыляю, мамочка. Мех натуральный. Это нам дали куртку, короче, Катиного племянника. Василининого брата, получается. Ну, он уже взрослый, и куртка ему мала. А Арсению эта куртка будет, ну, маловато. Он еще не мирил, правда. Но они дали с той целью, типа, вот, Федя хотя бы на улицу гуляет. Хорошая куртка. И цвет нейтральный. Вот эту вот куртку красную, девочки, стираю. На Арсении стирала раз в две недели. Он же аккуратный. А этот же, вы представляете, он постоянно... То машину почистит, папину, весь черный придет, потому что машина грязная, да? То лужа падает лицом. Лицом? Ну, вот чего ты говоришь ерунду? Смотри, тут лужа, да? Я вот стою. Ой! Вы понимаете, девочки, скажешь... Я сразу, как я к маме приду? И ты потом в эту лужу умываешься, приходишь чистый, да? Ой, еще грязнее стал. Да. Раздевайся. Пахнет, девочки, пахнет прям хорошо. И ничего, как ты шонут. Да нет, у тебя будет здесь шапка, он не будет вот так вот. Тепленькая, хорошенькая. Что ты сказал? Повтори. Я новый мальчик на районе. Типа новый мальчик у нас на районе. Типа новый мальчик на районе. Федь, ты уже выпендриваешься. Бегу дышать. Потому что, потому что я не могу дышать. А почему ты не можешь дышать? А? Почему ты не можешь дышать? Я еще больше пою. Понятно. То есть дышать-то ты можешь, да? Да. А у нас еще одна есть куртка. Тоже такого же примерно размера. Как раз Федя на следующий год. Ходить он в ней не будет, а гулять будет. Но она мне не очень нравится. Она синего цвета. И такая колом стоит. Но она теплая очень. И сейчас она ему велика. А вот как раз на следующий год гулять прям вот самое то. Он же гуляет, девочки, как поросенок. Вы на это посмотрите. Вы посмотрите на это, девочки. Сейчас будет мыть. Никуда не пойдет, пока не помоет. Так это еще ладно. Вы посмотрите. Да. Ладно, двери я периодически отмываю, когда он открывает. А тут вот, вот, вот. Это он рисовал. Баночка стоит. Блин. Все. Картина доделана. Мальчики сейчас говорят. Так здоровься с девочками вообще. Мальчики сейчас говорят, как вы с папой постарались хорошо. Теперь рамочку надо, девочки. А так все. Ну вы посмотрите на эту красоту. Даша, скажи, красота. Ну тебе нравится? Мне тоже нравится. Сварила, девочки, быстренько борщ. Давно, кстати, не варила. Вот когда в последний раз сварила, что-то его не доели. Я все доедала. Мальчишки гуляют, сейчас придут, как раз пообедают. Ой, сейчас вылетит лифчик. Ай, короче, мальчики уже звонят. А здесь вот девочки Федя. Готовил вместе со мной. Да, плита у меня засрана. Не обращай внимания. Готовил вместе со мной. И говорит, ладно, закипит, выключишь. Я говорю, ты это будешь есть? Буду. Ну вот варю вместе с ним. Не договорила, как раз позвонили там спросить. Здесь картошка, морковка, капуста, лук и чуть-чуть мяса, которое вот у меня как раз было. Господи, девочки, да, плита грязная. Ну, сейчас как раз. Мне же дети помогают. Вот должны понимать. Я-то поаккуратнее готовлю. Но дети помогают. Что, я еще не выключила бурщики, забыла. Вы посмотрите, первый пришел. Вы посмотрите. Господи, я думала, что он во льду. О, девочки. Ну, сейчас. Собрались мы, поедем на рынок. Времени уже четвертый час. С курьером так связи и нет. Поэтому ладно. Вот я говорю о том, что, вот, казалось бы, дети воспитываются в одной семье. Да? Внимание уделяется одинаково обоим. Причем, младший, по идее, должен повторять за старшим. Да фигушки. Арсений сейчас обвался. У него чуть-чуть был один ботинок. Ну, там грязь была. Вообще, девчонки, капля. А он уже перчатки одел. Говорит, мам, вытри мне, пожалуйста, ботинок. Я говорю, где какой? Где? Он говорит, ну вот. Я говорю, ну тут не видно. Мам, вытри. Я ему вытерла. Он все, ему надо, чтобы было все четенько. А вот мам Федя пошел, как бомжара. Весь грязный. Видимо, сапоги грязные. Но он раньше спустился, я не видела. Вот, ну, пока мы собираемся, да. Сейчас я ей свой телефон нашла. И вот как, девочки. С одной стороны, это хорошо. Я понимаю, что у них разные характеры. Но Леша всегда тоже натирает. Я не всегда. Я если вижу, что в общем они чистые. Я не вытираю губкой. Потому что на губку пыль ложится еще больше. Ну, понимаете, да, губкой. Я лучше вытру салфеткой влажной. Там тряпочкой влажной. А сверху еще туалетной бумагой. Ну, как-то так. Они, ну, от Арсения за папой повторять. Короче, все, жарко. Поехали. А я что еще хотела сказать. В прихожей пахнет хорошо. Но у меня еще от руки пахнет. И вот сейчас, когда приедем обратно, я, ну, посмотрю, как со свежачка, да, с улицы будет дом пахнет. Приятно, прям приятно. Это я коробку несу. Это от зеркала коробка, которая в прихожей. Видите, уже темнеет даже. Коробка в прихожей. Короче, коробка от зеркала, которая висит в прихожей. Стояла на балконе. Я ее видела. Я ее периодически вижу. Вот так вот смотрю, вижу, да. И говорю, надо хоть выбросить. Потому что сразу поставили. Ну, я ее хотела задействовать кое-то для чего. Потом говорю, городить не буду. Я в прихожей положила обувь на антресоль. А там полок нет. Потому что почему-то в моей голове казалось, я же на пальцах все делала, понимаете. Что вот эта вот ниша, там у меня будут органайзеры стоять. Нет. У меня там будут полки лежать. А потом дозакажу полки. Как раз самое то. Сейчас вот как сделала, покажу, может быть, завтра уже. Ну, потому что я думаю, что забуду. Хотела вот плотный картон сделать. Типа вот обувь положить, картонку сверху положить, еще обувь поставить. Вот. Ну, не стала ее разморачиваться. Говорю, нет ничего более постоянного, чем временное. Лучше полочки дозакажу. Да нет, светло. Это в подъезде, видимо, темновато. А то я уже думала, прям уже прям темнеет, темнеет. Начало третьего. И холодно, девочки. Очень холодно. Ой, что-то я без шапки. Зря. Зря. Федь, а посмотри-ка сюда. Сейчас сбежал, я вижу прям. Ты лишь бы быстрее выйти, лишь бы быстрее оделся. Что? Шапка. Вот тут шел, девочки. Шел вот тут. Вместо того, чтобы сзади быть. Вот о чем я вам сейчас и говорила. Что? Я еще мультики. Какие мультики? Смотрите, какие красивые сосенки. Ёлочки, сосенки. Ну, это сосенки и ёлочки со снежком. Вообще класс. Вообще красота. Стань сюда. Там кот. Сейчас же мороз. Кот такой пушистый, весь взъерошенный. У Лёши колесо скрипит какое-то. И он говорит, послушай, я не поняла. Потому что снег скрипит. А Арсений говорит, дай я пойду послушаю. Я не поняла, какое колесо. Это левое клево. Папина? А я думала, что наоборот мое. Да я слышу скрип. Но не слышу где он. Ай, сейчас как грохнусь, девочки. Хочется вам побольше контента наснимать. Это бестолково. Да нет. Короче, вот здесь вот магазин. Кручусь, верчусь. Вот здесь магазин. Это 47-й. На Велишской. Ну, мы здесь жили. Вот здесь нижнее белье. Я снимала вам, девочки. Купила трусы, лифчик. Белого цвета. Лифчик черного труса. Снимала. Скучайно этот кадр удалила. Но я девушку попросила. Маша девушка. Причем, она знаете какая? Я когда прихожу. Это не часто бывает. Но я прихожу, и она говорит. Она сама мне говорит, какой у меня размер. В куртке. Но она помнит просто это. Я говорю, черный будет. Позвоните мне, напишите. Скажите. Она говорит, хорошо. Вот она мне уже, наверное, ну, несколько дней назад сообщила. Я сейчас, говорю, надо забрать направо. Растырялся. Здесь еще другие маленькие магазинчики. И вот платится на меня. Размера нет. Естественно. Здравствуйте. Вот. И вот. Вот, девочки, всегда здесь покупаю. Раньше в Рио ездила покупать. А сейчас, ну, раньше когда-то. А уже последние годы прямо здесь. И ценник хороший. Да, Маш? Да. Спасибо, что сообщили. Вот. А я беру. Здесь, девочки, много всего. Ну, вот это вот мои размеры. Модельки хорошие. Хорошо держат, хорошо носятся. И недорого. Так что вот так что. Пошли сейчас. Сейчас ходили, там клеенку продают. Ничего интересного, ничего такого. Мне вот это нравится, клеенка, которая у нас на столе сейчас лежит. Но она тоненькая. Не на каждый день. Мы стол так круглый и так и не переставили. Девчонки. Вот просто. Блин, мне так скользко вообще. У нас прямо, чтобы вы понимали, ну, галимый лед. Вот. Что-то паду. А, везет. А, свет не горит уже, все, не работает. Что хочу сказать. Нет времени, представляете, стол переставить. А, нет, все, я поняла. Времени на самом деле нет. А еще то, что я же там картину делала. И вот, да, а я говорила уже. Работать за круглым столом неудобно. А вот кушать за круглым столом, прям вот сидеть есть, да, всем собираться, очень удобно. А здесь вот как раз вот, ну, картина уже квадратная, ну, прямоугольная. Иди. А, вот, неудобно. Холодно, надо было шапку кладить, девочки. Смотрите, сел на пенек, я говорю, там ногами встают. Сядя в танке. У него вот эти зимние. Ну, тоненькие они, подошва тонкая. У него уги зимние, но они скользкие, такие скользкие, что просто вообще пипец. Мам, с этим у нас с юром уже есть. Господи, за мной что-то стоит. За мной, девчонки, очки. А я в нее врезалась спиной. Блин, я думала, ну, застегивай, а бывай, пройди. Арсений ходит, здесь тоже покупали. Арсений ходит сейчас вот в этих. Они на таком тоненьком меху и говорят, не холодно, совершенно не холодно. Нет, ну, понятно, что это уже не здоровая фигня, что надо. Хорошие тоже девочки, очень хорошие. Ну, я не помню, сколько мы их покупали, 1200, что ли. Вот, если он еще весной их проносит, хорошо. Хорошо. Если не проносит, ну, уже будет малый, ну, как бы, и ладно. Мне кажется, вот я встаю вот так вот, и когда вот иду, у меня как-то вот так вот идет. Вот это вот тяжело, а вот это вот нет. Оно легкое, мне не нравится. А, там еще знаете что? Смотрите, как вылез из машины. Поверни ногу, подними подошву, покажи. Тяжелые такие, что нельзя поднять. Видите, здесь вот эта штука, а ее можно... Держишь ногу? У меня тоже, только они тоже похожи. Открой ее, сможешь? Угу. Но она не должна легко, а то она будет тогда болтаться. Дай, вот, дай ей. Подожди. Вот, как бы, и типа будет тормозиться. Не тормозить, они будут спокойно ходить. Подожди. Подокрывать легче. Только по полу-то, наверное, не надо. Скажи, захватывай. Ну, как ты там шутишь? Смотрите, смотрите. А он хочет, чтобы они скользили по льду. Я говорю, да будут они скользить. А в тех, Вась, иди сюда. Я, это, одену, когда мы их купим. Сейчас я одену и по льду. Ну, да. Так мы сегодня на носу тебе, как я с ними-то буду? В смысле, как с ними-то будешь? Ну, ты просто тебе... Те легче. Вот эти тебе легче, ты к ним привык. А эти потяжелее. А дошва толще в них. Это же зимняя. Это не зимняя. Понимаешь? После летней обуви тоже, когда обувь другую обуваешь, неудобно. Знаешь, что я хочу сделать? Когда с Викой будем. Я хочу, чтобы через дом пошли. Ну, Вике скажете, пойдете. А она вдруг скажет? Ну, значит, значит, твое желание не исполнится. Вика обещала прийти с ними погулять. Попросил. Мам, можешь заснять, как я бегаю? Давай, беги. Я даже не скажу так. One, two, three, four, five, seven, go. One, two, three, four, five, go. Сейчас носом и поедет. Мам, ты меня засняла уже? А? Меня один раз засняла. Да, засняла, засняла. Давай, беги. Можешь я тоже? Ты же уже бегал. И что? Погласишь меня? Молодец. Ну, нормально, удобно. Да, удобно. Такие же получаются. Да, одинаковые? Да. Все, мы брать и близнецы. Два брата акробата. Ага. Мам, начинать? Бежать, что ли? Да. Ну, беги, но я не буду снимать. Все же видели уже. Господи, ты не надо меня снимать. Ну, давай, беги. Только посчитай, до скольки. One, two, three, four, five, go. Нет, вот так. Раз, два, три. Ладно. Ну, до скольки я сейчас бегу? Я поняла. Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Двадцать два? Банда идет за мной. Теперь мне идем смотреть. но я там уже прошла посмотрела пока не выбирали много дутиков ук много но я не хочу дутики ваш прям это среди как бы листит тяжелые девочки строите прям тяжелые думаем прям легкие но нет такие весомые не хочу дутики пойду посмотрю что мы такое типа кожаная типа кожаная не настоящие не настоящие не прикасайся носом грязным деньгам если настоящие короче я так понимаю что сейчас вот это вот сидела модно актуально модно и актуально ну а кстати я видел у меня меня были в 15 лет когда мне было очень похожи прям очень-очень отойдите вы выбрали себе обувь а я с девочками выбираю очень 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 похожи были ну нет не на эти я хочу их прямо сейчас померить пакет есть но грязные не надо в пакет наверно а ну в принципе куда еще тогда в обуви в этой ходить сейчас ну что-то вот очень похоже подошва прям вот на эту вот на эту вот цвет этот не хочу хотел хороший но не хочу вот у меня как вот эти вот зеленые или как вот эти черные но они похожи похожи модели красиво похожи модели только вот у меня были без этого вот без этой штуки она подошла ближе вот такая вот прям помню девчонки не зеленая не буду красивые кстати они нет эти не хочу вот эти мне понравились подождите берем как они сверху с мальчишки да подождите и знаете что трогала одни прямо вот прям чего не надо мне такие смысле мать 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 не более теме мне надо чтобы они сверху нормально смотрелись потому что они еще лампочки мигают промашута нет спрашиваешь еще не все лишь бы быстрее взять тяжелую выбирали тебе жарко а я стояла с вами да нет красивее слова есть слова красивые девочки в общем это вот эти которые показала что они у меня были вот они мне очень нравится реально они такие крутые удобные 39 чуток вроде как маломерить но сейчас походила вроде бы нормально они немножко я зеркало покажу где там вообще они так классно смотрятся а строкового нет но взяла другую модель строковой вот это вот кожа типа вы понимаете да кожа она очень мягкая и на внешний вид тоже не отличить что она не кожа вот я вам серьезно говорю может вы так просто видите ну как бы не так да мальчишки можно я скажу и вот эти сороковой ими немножко великоваты я на капроновом носке и мне они являются оба одинаковых и братья уже в этих походила мне так нравится мне вот этот больше нравится сверху это тоже ничего короче короче девочки девочки приехали мы домой вот заезжали сейчас в пятерочку кстати в кенгуру заезжали купила я вот такую же клеенку ну просто то уже вообще позорная норма на ее прорезал федя мне кажется но может арсений не знаю не думаю думаю что федя и она уже такая под вздулась а вот здесь сейчас мы едим она не вздувается от горячего она ж без без прослойки вот ну без вот она тоненькая я посмотрю не ездит никуда ничего но вроде это и нормально все ведет в общем взяла метр там ширина метр двадцать пять и я взяла метр двадцать пять на метр двадцать пять на круглый стол завтра уже наверное тогда положим вот взяла картошку к чаю шарлиз вот эти кексики селедка была по акции селедку мы вообще часто покупаем но она же не за раз расходуется поэтому как бы нормально это в сабиного бедра два яблока потому что 4 яблока у нас есть но они такие прям красивые мне так понравились и в общем взяла этот свежий урожай что ли и риски 5 пакетиков корма кукурузу дети полюбили но все время когда вот разные берем они все там про одну говорят ну короче метод самая популярная это бандюэль и вот это вот нет и еще какая-то типа вот нравится вот это вот не брали так это в пятерочке кетчуп очень хороший вкусный сыр тоже было по акции вот это вот печенье с кунжутом федя не любит я люблю остальные не знаю ну мне нравится кунжут и два огурца помидоры черри у нас есть еще огурцы тоже еще парочка вам есть но в общем любим фелья особенно режет вот так вот режет 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 любит резать и мы любим есть и память как зовут мандаринки такая вот закупочка получилось короче девочки мальчики вику встретили иди сюда поздоровайся не хочу да ладно я поздоровайся и все привет ты видишь что у меня на фоне стоит я все тогда на первый раз сказала хламидорея скажи красивый погрызла поняли девочки он реально как ну вы видите он как колышется короче я тоже купила себе обувь времени уже нет сейчас будем готовить я я как мальчики созвонились с викой мы должны были приехать и чуть позже и позвонить но дети остались испытывать на улице свою обувь и получается они тебе позвонили они сказали что мы уже дома я хотел чуть позже чтобы уже приготовить ужин и чтобы вика пришла ну не ждать но получилось так и получилось поэтому сейчас буду лишь помогать он уже начал курицей заниматься подожди дай скажу попрощаюсь и скажешь мне все и тогда мы с вами встретимся уже завтра да вот спасибо большое что были с нами и всем пока а завтра я уже вам покажу тогда что я купила да вот у меня тут отдельный мой пакет вместе с клеенкой с лифчиком все покажу девочки все всем пока пока иди покажись все вы думаете с фасада я оттерла краску а на холодильнике на самой металлической части там немного не оттерлось представляете я пшикала и спреем и все я конечно еще попробую меламиновый потру мы больше так делать не будем он так не любит когда его ему замечание делать девочки ему не перестань иди раздевайся ему нельзя замечание делать понимаете он очень нежный мальчик у нас но он же как бы в принципе всегда нормально себя ведет но последнее время чего-то шалит с кого-то пример плохой берет да да ну вот именно значит не будешь дружить с теми с тем кто показывает плохой пример девочки до встречи девочки выехали из дома ну тут по делам надо по делам надо хотела вот включилась показываем площадь победы это у нас видите но только вы как-то видите через стекло у нас видите какое а ёлочки посмотрите какие красивые заснеженные класс красивые а я здесь вроде бы тоже должно было светиться почему-то еще рано что ли жаришь в этом году здесь сказала вам по делам приехали ну вот я сейчас вышла раз уж один разочек покажу больше показывать не буду вот сейчас где машина как раз проезжает видите вон там дверь это магазин пункт выдачи сибирское здоровье то есть я сейчас за заказом еду василина заболела орбидол принимала целую неделю не помогал сейчас температура у нее и в общем сделала срочно заказ поедем ей отвезем мама на работе василина у бабушки и поэтому срочно срочно надо отвезти так вот новомин забрала смотрите немножечко покажу как магазинчик выглядит очень красиво очень культурно прям мне нравится хорошая обстановка все девочки пойдемте домой до свидания спасибо ой у меня камера запотела я красотка в шапке и в очках у меня лёша никогда за эту шапку не носят потому что я хочу я буду позориться а грамм не пофигу лишь бы было тепло телефон звонит в общем поехали мы все это был с вами прощаться спасибо что были с нами кстати ивановский я здесь часто бываю можете через меня заказывать могу в новой линке кто могу вам забирать так что всем пока девочки пост крипту смотри я красота здесь ну здесь квартиры да там дома а вот здесь вот прям лес куда он делался пока я отвернулась и пока телефон достала ну прям красиво было еще и елочки-то заснеженные в общем да и мы только не были все девочки спасибо большое что были с нами всем пока пока